Ииии всем привет! А в продолжение рубрики о другой гимнастике я расскажу вам о не менее красивом виде спорта, который соединяет в себе художественную гимнастику, акробатику и танец. Эстетическая гимнастика это молодой, но активно развивающийся вид спорта. Создание эстетической гимнастики приписывают Айсидори Дункан. Именно она первой стала танцевать босиком а не на пуантах, как в классическом балете. Айсидори настаивала на том, что танец должен быть естественным продолжением человеческого движения, отражать эмоции и характер исполнителя. В современном виде эстетическая гимнастика появилась в середине 20 века в странах Северной Европы. Впервые соревнования по этому виду спорта были проведены в 1950 году в Хельсинге, но первый чемпионат мира прошел лишь в 2000 году. В 2003 году была образована Международная федерация эстетической групповой гимнастики, в состав которой сегодня входят национальные федерации более чем 20 стран мира. В 2002 году была создана Всероссийская федерация эстетической гимнастики. Представители России начали принимать участие в международных соревнованиях по эстетической гимнастике именно с 2002 года. И за это время российские команды выигрывали соревнования различного уровня и разных возрастных групп. Часто эстетическую гимнастику сравнивают с художественной. Действительно, эти два вида гимнастики имеют одинаковые истоки, но художественная гимнастика отошла от изначального предназначения. Девушка 20 лет в художественной гимнастике уже не может выполнить те элементы, которые выполняет девочка в 12. В эстетической же гимнастике от спортсменки не требуются исключительных данных, поэтому заниматься этим видом спорта могут девушки и женщины любого возраста. В этой дисциплине девочки начинают обучаться с 4 лет, и чем выше возраст, тем более высок их уровень квалификаций. Профессиональная карьера девушек заканчивается в 25-30 лет. Эстетическая гимнастика является командным видом спорта. Здесь не используют ленты, мечи и обручи, как в художественной, а количество гимнасток в каждой команде может быть от 6 до 15 человек. Но на ковре не должно быть более 10. Соревнования по эстетической гимнастике – это грандиозное яркое зрелище. Каждая соревновательная программа – это маленький спектакль, соединяющий в себе спорт, пластику, грацию и современную хореографию. Композиция в эстетической гимнастике должна содержать универсальные и разнообразные движения тела, такие как повороты, прыжки, поддержки, волны или танцевальные шаги. Но оцениваются тут не столько сложности и техничность исполнения. Важны лаконичность и красота движений, то, насколько гимнастки прочувствовали свою композицию. На оценки влияют три параметра – количество и сложность элементов, артистичность и музыкальность, а также техника и синхронность исполнения. Когда проводятся соревнования по эстетической гимнастике, каждый из параметров оценивается отдельной судейской бригадой. Хотя правила строго оговорены, оценки на первенствах построены в значительной мере на субъективном восприятии судей. В России на данный момент лучшими командами в эстетической гимнастике является Мадонна из города Москва. Еще одна прекрасная команда «Экспрессия» – также город Москва. Команда, представляющая Краснодарскую область небеса. Команда Свердловской области «Легенда». И команда из Тульской области «Роксет». Команда «Мадонна» становилась чемпионками мира в 2014 году и спустя 4 года вернула звание чемпионок мира. Так, лучшая российская команда по совместительству и лучшая команда в мире. Очень часто в эстетическую гимнастику приходят из художественной. Так, довольно много примеров известных художественных гимнасток, которые перешли в эстетику. Так, например, Анастасия Карнаух. Она состояла в составе сборной России и тренировалась вместе с Дарьей Кондаковой и Алиной Макаренко. Яна Сычугова – двухкратная чемпионка России по художественной гимнастике. В эстетической гимнастике она выступала в составе команды «Экспрессия», выиграв чемпионат мира. Дарья Дубова – чемпионка юношеских Олимпийских игр 2014 года в групповых упражнениях. А также Елена и Ольга Романченко – мастера спорта международного класса по художественной гимнастике. Члены сборной команды России. А Елена Романченко стояла в основном в составе сборной команды России вместе с Анастасией Максимовой, Анастасией Близнюк, Ксенией Дудкиной, Ольгой Ильиной и Анастасией Назаренко. Где выиграла три золота на универсиаде в 2013 году, а также золото и бронзу на чемпионате мира 2013 года. Пишите в комментариях, нравится ли вам эстетическая гимнастика и хотели бы вы ей заниматься. И помните, что я вас всех очень сильно люблю, а мы увидимся в следующем видео. Пока-пока!